на ремонте вот такой телефон redmi 5 плюс работает экран но он весь побит и поэтому будем менять весь экранный модуль дисплей значит что необходимо сделать здесь шлейф выходит под батарею поэтому нужно снимать заднюю крышку заднюю крышку не так просто снять поэтому будем стараться но так поддеть у меня так уж повелось у меня есть возможность это сделать ногтем я достаточно крепкий я чувствую что я делаю то есть вот необходимо завести под крышку и дальше провести не могу в эту сторону но если поддалось и теперь идет если вам не удается то есть конечно такие специальные медиаторы такого плана или вот такого более мягкий который мог бы здесь на угол обойти здесь как-то угол жесткий попробуем его обойти с другой стороны видимо он там подогнулся например при ударе и и плохо отходит на эту сторону мне почему-то я раньше думал что всем так легко оказывается у меня а что необходимо сделать ну конечно нужно снять рамку то обязательно с карточками иначе никак ну и потихонечку снимаем все поддалось раз половине крышка металлическая поэтому идет жестко придется но с трудом что здесь в любом случае батарею снимать подковыривать ее нельзя здесь есть вот такие вот если поддеть есть такие специальные сейчас придуманы резиновые ленты который на которую и клеится и если вы аккуратненько ее потянете то она полностью вытащится из-под всей батареи это очень важно потому что вытащить просто так не получится без деформации потихонечку тянем 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 она вытащится сантиметров на 40 50 а это плохо сейчас я оборвалась и это плохо придется прогревать сейчас прогрев феном стекло прилично и тогда открутить что необходимо сделать вот эту крышку я не снял нижнюю поэтому получается что так бы я не перегибал а тянул вдоль а так приходится тянуть под углом и она оторвалась откручиваем винтики и снимаем вот эту заднюю панельку и так я откручиваю заднюю панельку для того чтобы ее снять и мне будет так удобней снимать клей эти полосы клеящие полосы для которые крепят здесь 1 2 3 4 5 винтиков и вот тут еще под красной ленточкой под красной пяточком еще один винтик пытаемся поддеть и снимаем все на защелках поэтому аккуратно без фанатизма потихонечку подделаем вроде бы все открутим тут вот по краю за самый низ нужно подцепить чтобы клипсы снять и тогда все снимается собственно я хотел схитрить и не снимать но придется пришлось мне это сделать для того чтобы удобно снять вот все вот таки этот клей и теперь его потихонечку тянем то я тянул под вот таким углом и оно отломалось если потихонечку тянуть вот так смотрите такая ситуация уже произошла мне придется подогревать для того чтобы теперь этот клей лента лента размягчилась и поднялась мне нужно возможно я даже там кусочек остался попробую его подхватить пинцетом но хочу немножко разогреть разогреваю просто обыкновенным феном ставлю на температуру температуру побольше и грею почему не боюсь потому что он уже вышел из строя ему уже ничего не страшно просто тянем опять порвался сейчас буду пытаться пинцетиком край схватить что делать если он порвался он порвался и остается вот здесь вот на срыве беру обыкновенную иголочку от шприца просто цепляю за какой-то краешек и начинаю он прилипает и начинаю себе там накручивать и она накручивается прямо на иголочку и соответственно накручивается и вот я ее потихонечку могу даже вытягивать вытягивается плохо но честно говоря не знаю чего это зависит от качества или от чего вытягивается все время по кусочкам буду стараться поддевать чуть-чуть старайтесь нет нет и опять оборвалась и опять я ее вижу ну и так собственно что-то не идет у меня в этот раз снова цепляю кусочек и снова накручиваю ну и так буду делать пока не повытаскиваю это займет какое-то время поэтому пока отключаюсь снова хочу показать но плохо действительно идет у меня сейчас этот клей немножко поддеваю ну буквально чуть-чуть чуть-чуть и тогда он как-то немножко больше поддается быстрее выходит но потихонечку выходит вы тянуть нужно весь иначе батарея будет плохо сниматься ну и так но до самого конца все вот это наверно его конец ну и теперь стараюсь достать с этой стороны вытащил теперь с этой стороны тоже она там оборвалась недалеко опять иголочкой потихонечку и буду вытаскивать ну что же дому человек все равно вытащилась вытащилась вся это очень важно потому что если физически подковыривать то деформируется батарея не она тогда выйдет из строя может вздуться быстрее выходит из строя ну все теперь что теперь отцепляем вот этот шлейф это шлейф экрана ну и все и снимаем экран экран снимается как обычно поддеваем причем поддеваем сначала чем-то таким плоским я обычно это делаю существует лопатки но я обычно это делаю вот таким образом смотрите беру короткий участок беру короткий участок он острый должен быть достаточно новый чтобы не не иметь заусенец и вот между рамкой и стеклом попадаю и у меня есть возможность поддеть ну и так ищу слабое место где я мог бы зацепиться и и начать собственно здесь или на боковой части вот я туда она заходит и я могу приподнять рядом опять заходит все вот я зашел и уже теперь если я зашел тут уже легче я могу например использовать такого плена пленки более жесткие ну а когда я уже вот это сделал начал тогда я уже могу ну вот это вот какой-то от какой-то упаковки жесткий пластик и вот сюда завожу и теперь уже могу проводить такой пластик мне попадается например бывает в телефонах например вот в экранах телефона есть внутри вот такой пластик тоже в экран самом экране если его разобрать вот такой жесткий пластик внутри есть и из него я могу делать но им могу тоже пользоваться вот для ремонта поэтому конечно так как он разбит он сейчас начнет открашиваться что-то будет неудобно выходить и видите раскрашивается ну идем дальше идем другую сторону с другой стороны проходим весь этап до самого конца у меня здесь на на этом телефоне пленка проложена если вы не хотите чтобы если хотите чтобы она не раскрашивалась можете сверху скотчем вот этот пластик достаточно такой хрупкий поэтому я просто вот таким воспользуюсь и идем дальше по всему периметру собственно это наверно уже практически все я дошел до низу и здесь как-то она разрезалась посредине поэтому может быть плохо выходит часть экрана осталась как раз разрезал часть экрана осталась металлическая ну собственно все теперь здесь закончим сверху вот все что необходимо сделать вот здесь вот часть обломалась и кусочки остались здесь но тут конечно придется доработать чем-то плоским это могут быть лопатки это может быть плоская отверточка или простые лопатки ну я обычно делаю это какой-нибудь плоской вот такой присматриваюсь чтобы весь клей убрать ну и убрать кусочки стекла которые остались поэтому будьте внимательны нужно все полностью с контура убрать сейчас я этим занимаюсь я убрал все видимые стекла клей теперь новый дисплей нужно проверить для этого просто вставляем его на место смотрим хорошо ли он станет на клей присоединяем разъем на место сначала разъем дисплея и потом поставим батарею для того чтобы определиться не снимаем пока с экрана никакие пленки мы его купили но экран можно вернуть но чтобы его вернули он не должен быть без повреждений и не снята пленка поэтому ставим батарею и включаем и проверяем что проверяем проверяем чтобы не подсоединяем батарею включаем включается появилось изображение проверяем нет ли проблем с калибровкой бывает так что что для этого нужно ну проверить туда-сюда ходить или нет и набираем текст бывает нажимаешь одну букву а рядом стоящая или верхняя нажимается если проблем с калибровкой нет нужно проверить это каждую букву на просто вводить текст какой-нибудь без разницы по порядку если все нормально значит продолжаем работать ну вот таким образом открываем какой-нибудь браузер хром вот и какой-то вот нужно делать и смотрим нажимаются те буквы или рядом стоящие контролируем и так по всему тексту пробегаемся если все нормально значит все нормально проблем нет калибровка нормально движение отклик нормальный значит проблем не должно возникнуть все теперь с этим определились теперь необходимо вклеивать я буду вклеивать специальным клеем можно вклеивать кстати двухсторонним специальным скотчем именно специально я буду вклеивать специальным клеем 8000 есть он удобен у него есть специальная носик и по всему периметру наносим тонким слоем и вставим на место на выключенном конечно экране поэтому выключаем отсоединяем экран отсоединяем снимаем батарею то я и приходится мне и руками держать снимаю экран и уже в таком состоянии просто легче наносить ну еще раз проверю все ли нормально нету для каких-то соринок по периметру и вот сюда по периметру просто наношу этот клей тонким слоем наношу клей и сверху ставлю экран и все минимально тонким слоем и так я по всей длине небольшим слой промазал теперь вставляем и полностью вкладываем есть один нюанс смотрите вот я вставил экран хорошо заходит но вылез клей наружу не трогайте его пусть так и остается пока не высохнет потому что сейчас начнете его тянуть он по все пока липкий пока он жидкий растянется по всему корпусу и его со всего корпуса придется отдирать а так когда он высохнет просто потом отковыряйте или ногтем или какой-то скребочком просто чик 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 и она уберется поэтому не не усложняйте себе жизнь пусть как есть собственно все теперь пройдитесь так хорошо по всей по всему периметру придавите ну и можно положить на плоскость на что-то плоское и сверху небольшим грузом придавить можно так я вижу что она не отходит сейчас возьму еще увеличительное стекло есть у меня посмотрю на щель ну вот так такое и смотрю когда я придавливаю ложится отходит потом или нет если отходит то нужно в этом месте допустим какими-то щипчиками или розиком придавить все у меня ничего не отходит все хорошо так и оставлю так и оставляю собственно все теперь ждем здесь я могу уже обставить жду пока вставил здесь нужно вот с этой стороны придавить вот так чтобы петелька здесь образовалась чтобы он вот в ту сторону подогнулся ну вот и все после приклей ну и сейчас можем поставить вот так и пару капель клея и на клей тоже поставить я вот сейчас его так открыл что я могу отверточкой достать и вот вот так и вот так с этой стороны с краю чтобы не убегал чтобы батарея никуда не убегала чик зафиксировалась все нормально все готово это полный ремонт теперь осталось закрыть крышку и все если открыл включаем ну и как высохнет нужно будет клей немножко оттереть включаем все работает повторяйте как видите это несложно своими руками можно сделать но кроме того что вместе с экраном вам нужно купить или клей или скотч двухсторонний специальный узенький для вклейки экрана сюда подходит и скотч все подписывайтесь на канал всего доброго увидимся на канале